Полезный город Нетипичный для женщины бизнес Я бы сказала абсолютно не женский Абсолютно нетипичный Почему выбрали данное направление Бизнеса и как оно Работать красивой Женщине в сфере Наверное больше мужской Я выбрала этот бизнес Можно сказать лет с 8 Но не именно этот А мне всегда казалось Зарабатывать много Это как сказать доспеха мужчин И к тому чтобы доказать Что это не так Что мы женщины тоже можем И зарабатывать И дома быть И варить И прибираться И детей растить Что мы тоже можем это делать Почему с 8 лет Потому что первые деньги Я заработала 8 лет Я полола сосенки И получила за это деньги Первую свою зарплату Ну скажем так Я купила зонтик Подарила маме Как благородно Такая моя немножко Предыстория Скажите Разные ситуации В жизни сказываются На том Как человек Ведет бизнес Как выстраивать Свои отношения С партнерами Вот вы говорите Первые деньги Заработали уже в 8 лет То есть предпринимательская Жилка уже оттуда пошла Может быть Что-то еще способствовало Тому что Я буду первой Я буду зарабатывать Я буду успешной У меня будет бизнес В самом начале Я поняла Когда начала заниматься спортом Я спортсмен Бегаю с 10 лет И ни разу еще не остановилась Значит спортсмен Я по всем видам спорта Можно сказать Везде преуспешна Что коньки Что лыжи Что горнолыжные лыжи Что легкая атлетика Что плавание Это мне способствует Все время идет со мной То есть спортсмен И бизнесмен Я себя так ассоциирую То есть те качества Которые нужны были в спорте Волевые Да Они очень сильно пригодились В бизнесе Вот насчет того Что бизнес все-таки Больше мужской И в этой сфере Наверное Больше мужчин работают Все-таки там И водители И логисты Как женщины Как себя чувствуете Комфортно Или наоборот Конкуренцию какую-то Испытываете С их стороны Мне очень комфортно А с их стороны Скорее всего Конкуренция Применяете Женские штучки Нет Наоборот Все чисто И прозрачно Ольга Тогда сейчас Расскажите Пожалуйста Чуть подробнее О компании Магистраль Как давно работает Компания на рынке Чем занимаетесь Какие основные Направления работы Наша компания Занимается уже На протяжении 14 лет Логистикой Грузоперевозками По всему миру Абсолютно по всему Любой континент Очень большая Логистика Простроена Очень грамотные У нас логисты Вообще Коллектив Очень серьезный Грамотный Решит любую Логистическую задачу Ну вот взять Например Перевезти контейнер С Москвы До Китая До определенного порта И либо до склада Со склада В Москве Мы забираем Логистикой Автомобильной Потом Автомобильной Мы везем На железную дорогу Перегружаем На железную Дорожную Ставим Контейнера И по железной Дороге Мы везем До порта До Владивостока И там Перегружаем На корабль То есть Морской фракт И с корабля Мы перегружаем Уже в склад В Китае Грубо говоря Такая большая Логистика Которую мы можем Решить Очень легко И уже все Грамотно Выстроено То есть В принципе Для вас Каких-то Пределов нет Можем все Пределов нет Можем все Также мы Перевозим Что автомобильным Транспортом По России Вообще Особенно В любую точку Города России В основном 20-тонные Машины Тента Рефрижераторы И также Мы по железной Дороге Отправляем Контейнера То есть Большой спектр А кто может Стать Клиентом Партнером Вашим Клиентом Партнера Нашим Может быть Только Б2Б Сегмент То есть Бизнес Для бизнеса Это предприятия Комбинаты Заводы Производства Тогда Вот еще Какой вопрос Скажите Есть ли Какие-то Наиболее Например Востребованные Направления Куда Отправляются Грузы Либо наоборот Какие-то Развивающиеся Ну вот Проведя Там Определенный Анализ Вы видите Что Сейчас В данный Момент Например Либо на протяжении Какого-то Периода Определенное Направление Выбивается Вперед Есть ли Такая Тенденция Такая Тенденция Есть Очень сильно Мы развиваемся С Китаем Китай с нами Потому что Две большие Державы Заинтересованы Друг с другом Нам Очень Интересное Направление Контейнеров Потому что У нас Сторона Китая Очень сильно Интересная С Москвы До Владивостока Хабаровска И до Китая Туда обратно Импорт Экспорт Вот это направление У нас сейчас Очень на большом Развитии Происходит Такой Нескромный вопрос Что же туда увозят Ну В основном Это строительные материалы Древесина Металлопродукция А оттуда В основном Комплектующая Для заводов Сейчас Одна из самых Наверное Главных тем От которой Многие Наверняка Уже устали Тема Ковида Многих Тема Это всколыхнуло Многие бизнесы Пострадали Чего что-то скрывать Отразилось ли Данный период Как-то на вашей компании Сказался ли Либо Ничего не изменилось Либо что-то изменилось Или какие-то Корректировки внесли Я знаете что хочу Ребята Не надо Расслабляться Ни ковид Ни что-либо Другое Мы родились В этой стране И тут выживать Должен каждый Как может У нас нет такого Что мы Апрель посидели Расслабились И кто-то Кто-то нам Что-то Принесет В любой сфере Надо все равно Находить выход Приведу пример С хоккеем У меня сын хоккеист К 10 годам Они достигают Определенно Одинакового уровня Значит Они одинаково Тренируются Одинаково Развиваются Ну Возьмем тех Кто все время Стабильно ходит Тренируется В чем у них Разница между ними Вот скорее всего Элемент Удачи должен быть Присутствовать Вот сейчас Кто знал В каком сегменте Более слабая сторона Произойдет В бизнесе Никто не знал Правильно Ну да Скажем там Кому-то повезло Кому-то нет Но если не повезло То надо все обдумать Принять решение И направленность Выбрать в какую-то сторону Логистика Скажем так Что она Везут Возили И будут возить То есть достаточно стабильный Достаточно стабильный Более того Если апрель заводы стояли То их никто не освободит Что в декабре Они должны сказать И отчитаться За свой план Что они в апреле стояли Они еще только усилятся даже Еще сильнее будут возить Я не знаю Я говорю Что мы же в этой стране родились За нас никто ничего Делать не будет Все в наших руках Главное не сидеть на месте И не сидеть сложа руки Да Надо развиваться Читать Идти вперед И я считаю Что это самое важное Себя держать в тонусе Вот такой вопрос задав Наверное неожиданным будет Скажите А если бы не транспортная компания Если бы не грузоперевозки Какой бы бизнес открыли? Чем вы занимались? Я до грузоперевоза хочу сказать У меня было несколько бизнесов Так, так, так Я занималась и лесом И фруктами И продуктами Очень женские, конечно На направлении Скажем Да Меня все туда Как-то в ту сторону Везде я находила себя Я считаю Что моя очень хорошая черта Я всегда разговариваю с людьми И нахожу компромисс Что бы ни случилось В работе так же используете? Да, конечно Всегда я нахожу Переговоры Выезжаю Разговариваю И самый большой минус Вообще во всех сферах Когда человек Не дает обратной связи Ну там Да, нет Как бы более конкретно Ну нет и нет Например Ну как бы так С нашей компанией Я считаю Что Кто с нами работает Им очень крупно повезло Как скромно Ольга Скажите, пожалуйста Мне кажется Любой бизнесмен Когда приходит В профессию В бизнес Принимает для себя Ряд каких-то постулатов Принципов По которым Он будет работать Есть ли у вас Какие-то Определенные Пункты И вы четко им следуете Вот знаете Что я работаю Так, так, так Так, по-другому Не хочу Не буду И меняться не стану Ну как и во всем Любом деле Да, есть свои пункты Это честность Прозрачность Переговоры Компетентный коллектив На каждую сделку У нас проходит договор Договор-заявка Страхование груза Полный спектр Отслеживание То есть я могу вам позвонить И сказать Ольга, я хочу знать Где сейчас мой груз И вы мне скажете Ваш груз Ну да, конечно Мы всегда на проводе У нас бывают Клиенты звонят В 6.30 утра Либо в 6 Не спится Не спится Бывает Он обзабылся Звонит с Иркутска Там уже во все Бодрствование А мы спим Например У нас 2-3 ночи Тоже такое бывает Сколько раз Извините Я звоню с Иркутска Я тут Не могу найти адрес Так и так Вот там В 8 утра У нас там Например 2-3 ночи Мы просто объясняем Куда подъехать И мы на проводе И нормально Мы ложимся спать А потом человек О боже Я же в 2 позвонила Ну представляете Каково нам Подняться в глазах Того человека Который позвонил И ты свободно ему все рассказал У нас все в коллективе Все вот Такие как я Мы все очень похожи Друг с другом Сплотились И типаж Можно сказать Одинаковый А скажите Все равно За 14 лет работы Я уверена На 100% Были Какие-то Либо курьезные Либо странные случаи Можете О каком-то Рассказать Вот он был Странным Или он был Забавным Так что он вам запомнился Ну да Конечно Были такие случаи Дело в том Что мы В основном Возим 20 тонн Машинами Сразу уже Грузим 20 тонн Фурами такими Большими У нас Простроена Логистика Вот на Этой Деятельности По автомобильному Транспорту Было такое Что позвонил Клиент И попросил Мешок Ну мешок 50 килограммовый Подвезти ему До Нижнего Новгорода У нас в это время Как раз был заказ Крупный 40 машин Мы везли капусты С Кирова До Нижнего Новгорода И он прямо Чуть ли не умолял Логистов Чтоб этот мешок Забрали У нас Менеджеры сказали Что Я увидела Что они слишком заняты И этот мешок Как-то немножко Их все равно Напрягал Я говорю Давайте я с этим клиентом Буду сама лично Разговаривать Вы ребята Не отвлекайтесь Сделайте свою работу А я с ним Буду разговаривать Значит Он меня опять В раз В 20-й за день Что Давайте увезем мешок Пожалуйста Я подвезу Хорошо Говорю Давайте Мы обычно этим Не занимаемся Но Как бы Решили ему помочь Скажем так Он подъехал Этот мешок Загрузил В одну из машин Которая шла с капустой Там у нас было В день по 2-3 машины Они все друг за другом шли Все благополучно Он загрузил В 5 вечера И оттуда Началась эта история Он стал названивать В 6 вечера Выехала ли машина Хотя основной груз Капуста 20 тонн А его 50-килограммовый мешок Это если так На то Это просто Дозагруз Значит Он сказал Что это будет стоить 500 рублей Вознаграждение Мы все Мы все с ним договорились В 10 вечера Он снова позвонил Я сказала Все хорошо В порядке Он со мной В связи Это держал телефонную Потому что Я с ним стала Разговаривать И как бы Дело вести Лично Потом он позвонил 12 ночи Я сказала Все в порядке Водитель в пути Уже думаю У вас вообще-то Загруз Успокойтесь Ложите спать Все он лег Он мне звонит В 6 утра Подскажите Где едет машина Я ему говорю Слушайте Ну это сама Так-то говорю Давайте время выждем Как бы Давайте Часика 8 Созвонимся Вы не беспокойтесь И меня стало Это уже Как-то напрягать Этот мешок Я приехала в офис Конечно Я торопилась Быстрее-быстрее Чтобы отследить Все узнать Я звоню водителю Водитель не на связи Но там очень сильно Связь пропадает С Кирова до Нижнего Новгорода Значит У нас идет состав Там по 2-3 машины Спереди Сзади Мы давай Обзванивать Водителя Где вот Мало ли Может где-то он встал Сломался Еще что-то там У нас уже до такой степени В коллективом Со своим Дружным Переживали за мешок Уже стали переживать За мешок Уже звонить водителям Другим Которые сзади едут Которые говорят Вроде видел Лежит Фура Ну как бы Такой черный юмор Скажем Капуста вокруг фуры А мы говорим А тут мешок А до этого-то он сказал Вы знаете что А у меня-то вообще-то В мешке То ли 2-3 миллиона Имеется ввиду груз Какой-то такой особенный Вот этот Вот этот уже урок На будущее В плане того Что Мы с ним Когда все заключали Полностью Про этот мешок Хоть он и 50 килограмм Но мы тоже Не ожидали Что до такой степени Что будет Что стоимость груза Документы Он говорит Я по ходу дела Предоставил И значит Мы с этим мешком Уже запаниковали Потом водитель Отзвонился В 10 утра Что он ломался И не был на связи И все с ним в порядке Он говорит Я капусту довез Что вы так переживаете Говорит У меня 50 звонков Пока ехал Говорит водитель И вы звоните И менеджеры И сам клиент 50 звонков И говорит Я капусту довез Не все хорошо Мы говорим Понятно Что с мешком Мешок Говорит Все в порядке Вот он Пожалуйста Я его вижу Я смотрю на него Подъехали Забрали мешок И мы стали Очень аккуратны С этими мешками Ну вот такой Как бы запоминающийся Случай Из практики Работы Всем коллективом Сходили с ума Но выдержали Так и не сказали вам Что в итоге В мешке было Секрет остался Ну опять же Русский менталитет Какие выводы сделали Мы выводы сделали Все равно Мы будем помогать людям Возить грузы Ольга Спасибо вам огромное Забавная история Хочу сказать вам Огромное спасибо За этот диалог За эти эмоции Искренне абсолютно А я еще раз напомню Что у нас в студии Была Ольга Зверева Руководитель Транспортной компании Магистраль Для всех тех Кто хочет обратиться За услугами Грузоперевозок Я назову сейчас адрес Можете взять ручки И записать Профсоюзная 1 Бизнес-центр Кристалл Офис 1514 Более подробную информацию Вы можете найти На сайте компании Магистраль43.рф А вас, Ольга Попрошу сказать По каким же телефонам Можно с вами связаться И звонить в 2 ночи В 6 утра И в 11 вечера Телефон 8-964-250-05-52 В любое время суток Ну, лучше, конечно Укладываться не в ночное Это уж когда мы с вами Начнем работать Тогда уже Тогда можно круглосуточно Да, ну, что делать Такая работа Спасибо огромное еще раз Спасибо за эфир Всего доброго Не болейте Берегите себя Спасибо вам Что вы нас пригласили Спасибо большое Берегите себя